Привет всем! Хочу рассказать сегодня о Монархе Сто. Так называемого псевдонима Монарх Сто. Зовут его Федор Грицай. Сам он родом из Бреста, Беларусь. История будет сегодня не короткая, не длинная, но хочу рассказать о этом товарищу, который выпускает про меня ролики в интернете. Никакая у него не стоит миссия какого-то миссионера Робин Гуда, который хочет что-то сделать хорошее. Конечно, все это делается ради денег, ради того, чтобы нажиться и ничего такого благородного не делать. И пойдет речь о том, как и что они, как они, что они хотят сделать и что они промышляют. Первое то, что Федор Грицай заполучил мои схемы. Устройства PCB. Это те устройства, которые были сделаны в Южной Корее для компании Green Energy. Которая заполучила мою технологию, то есть они запатентовали эту технологию и также получили схему PCB устройств. То есть управление этим генератором. Но в них не было программного обеспечения. И компания всячески пыталась найти в интернете людей, которые могли бы эту схему повторить. Ну и, конечно, попали такого Федора как специаль, типа того, что он может это все им разъяснить, показать и рассказать. Вот. Но, скажем так, тема закрутилась тем, что есть, скажем так, директор компании, корейский был тогда, был мистер Ким. У Кима, ну, владелец компании, скажем, Bin Energy. Вот. И у этого мистера Кима пришел переводчик, которого зовут Лео. Вот. И также был я. Я зашел в эту компанию как инженер по генераторам. То есть я пришел с этой технологией. Вот. Чтобы эту технологию изготовить этот генератор, у нас была цель изготовить 1, 3, 5, 10 кВт. Вот. И, соответственно, выделялись некие средства для того, чтобы изготовить этот генератор мне. И эти средства были затрачены на изготовление этих генераторов. То есть сумма примерно была 140 тысяч долларов потрачена на генераторы. То есть это 1, 3, 5 и 10 кВт. Вот. Примерно 90% этих денег было впущено непосредственно в эту работу. Также, скажем, ну, в эту сумму, конечно, включается и зарплата, и проживание, и все, скажем так, разъезды, транспортные расходы. Вот. И, соответственно, это было все изготовлено. Компания мне обещала сумму контракта 10 миллионов. То есть, когда я изготовлю хотя бы, ну, не важно, а генератор, они будут выплачивать мне, выплатить мне сумму 10 миллионов. Но, я скажу честно, я понял, что эта компания, она, когда я уже это все изобрелал, она не имеет денег, у нее нет денег. И она не может мне выплатить эту сумму никак. Потому что, если там стал вопрос оплаты моей квартиры, что не было, что я не платил по 3 месяца за эту квартиру, то никаких миллионов там речи даже не могло быть. Соответственно, я ушел от этой компании, забрал с собой программное освещение по себе устройства, и у меня было действительно в планах отдать сумму эту денег, чтобы эти генераторы дальше продолжать, ну, как бы, вернуть свои генераторы и продолжать дальше эту деятельность. Но, вместо того, ну, что мы мягко разошлись, мистер Ким подал у нас на меня в суд. Моя рука звучала таким образом, что я типа того, что я украл в них изобретение. Но в суде было выяснено, что я действительно это сделал, что это моя разработка, у меня были все доказательства. Вот. И также суд доказал, что они незаконно заполучили пакетные на эту технологию. Ну, то есть не вписал я меня в этих пакет, они получили эту технологию, не писали на меня мое имя. Соответственно, я очень на это зазолился, потому что я уже понял, что я не только образцы потерял, но и потерял саму технологию, которую, скорее, я этой технологией не могу использовать. Вот. Но я не просто ушел с этой компании. У меня была вторая причина, почему я с этой компанией ушел. Вторая причина была то, что я до этого за свои деньги, там, в эту сумму примерно 20 тысяч долларов, я изготовил индустриюционный бойер, за который они должны были отдать 300 тысяч долларов. Соответственно, они тоже, ну, бойер уже был, не то, что там закончен, он был полную производственную модель, которая могла бы просто запускаться в серию производства. Но они за эту сумму мне не отдали деньги. Соответственно, те суммы денег, которые были обещаны, я тоже не получил. Соответственно, это меня тоже обидело, что, получается, я за свои деньги сделал еще и, получается, и, ну, как бы, получается, и они ничего не отдали. Вот. А теперь ситуация следующая. У нас, получается, за то время, которое я работал там, в этой компании, мистер такой Лео, который был переводчиком в этой компании, то есть он был нанятый для того, чтобы переводить мистеру Киму. Этот Лео, по-другому нарисуем еще, который за год времени, что работал с Кимом, не получал так же зарплату. Вот. И, ну, конечно, он всегда пытался эти деньги получить, заполучить. Ну, вот Ким сказал, ну, нету денег. Вы держитесь. И вы держитесь, да. Вот. И Ким, конечно, всяческими путями, я пробовал, искал где-то деньги. Ну, тоже, видно, не получалось у него никаких денег. Вот. И, тем более, я ушел от этой компании, потому что я уже сказал, так-так, типа, если технологию вы забрали себе, тогда, получается, я, ну, короче, меня просто тупо кинули. Ну, соответственно, я тоже никаким образом не хотел, скажем так, как я была и так же. Вот. Еще они, ну, еще подали на суд. То, что не платили мне деньги, зарплату не платили и обещали, не выполнили, еще подали на меня в суд и забрали мои патенты. Ну, очень так, все классно, супер получилось. Вот. Лео тоже, кстати, не получал зарплату свою. Но Лео очень хитрый явлечик такой себе. Он, мистер Утин, пообещал, что он привлечет деньги, ну, неважно, найдет инвест, найдет этих людей, найдет инженеров, найдет каких-то других. И Лео всякими способами там искал каких-то там инженеров и всяких людей, которые могли бы эту технологию без меня сделать, закончить. Но у них никак не получалось. Вот. И Лео нашел монарха у этого Федора Гнецая, который типа электронщик, и дал ему схему самому по себе устройству. Федор, конечно, не понял ничего, как это работает. Ну, и Лео с Федором дружился уже, более подробно рассказал ситуацию, то, откуда человек как-то сделал, откуда ноги растут. И Лео непосредственно начал сливать информацию обо мне, о том, как мы начинали эту компанию, как это все было у нас. И он все начал сливать. То есть очень много информации. Это была, скажем так, плата без контроля управления, там, очень много, ну, то же все он и сливал. Но Лео понял, что Ким, ну, скажем так, не сможет ему эти деньги отдать. И Лео решил пойти на шантаж. Он решил взять, имея кучу информации про меня там и с разных источников он мне эту информацию и всякие компроматы типа компроматов про меня, чтобы меня будоражить, чтобы я пришел на поклонку к Киму. Но я не понимал, почему я должен к Киму, если я об этом ничего не должен. За ним технология, за ним все, за ним патенты. И я всегда за то время, за 4 года, что мне телефон никогда не менялся, номер телефона, я никогда не убегал, ничего. Ни разу он не звонил. Вроде мы все как бы поняли друг друга. Это в полиции, когда полиция передала мою сторону, так что как бы меня оправдало тем, что я прав был, а он нет, что он так поступил, он не очень красивый, поступил некрасивый. И полиция даже это все проудрала. А Ким, скажем, Лео цивилизировал Кима, и Ким не знал откуда и как ему вывернут его зарплату, потому что в Корее очень, здесь такой закон строить, что если не может вывернуть зарплату, то очень там будет жесткое наказание за это. И Лео предложил Киму, чтобы Лео, чтобы разрушил Ким, то есть от разрешения Кима, что он будет надавать информацию монарху на то, что всякие компромиссы, всякие там разные, скажем так, документы, паспорта, там дипломы, все, что там они могли находить, там не находили, непонятно откуда. Вот, и подать, то есть сделать такой, как мы скажем, компромисс у меня в ролику в Витуре. Вот. Типа разрешения. Но в свое время этот был признак Лео на Кима, чтобы он давал согласие и это. Но Ким, конечно, он такой, человек очень мягкий. То есть, Лео стал таким... И, кстати, Лео еще нашел такого... Есть еще такой мистер Квак. Напишем так. Квак. Это тоже кореец. Который тоже мой друг, кстати. Он в свое время мне очень помогал, но я не считаю... Я считаю перед ним, как бы, скажем, обязанным чем-то, да, тем, что он мне помог, что я действительно финансово мне помогал, но это не считается, как таким, скажем, у нас, как бы, дружеское было такое взаимое отношение, как бы, он мне помогал. Вот. И я тоже сказал, что если, там, мы будем дальше как-то, ну, вместе работать, то я, конечно, готов ему тоже помочь. И, кстати, я ему очень много еще помогал, и, там, не буду в этом говорить, но я считаю, что Кваку тоже много помог. Но Лео сделал следующее. Он Кваку сказал, что я могу те деньги, которые ты давал Андрею, тоже тебя, ну, выпить эти деньги с Андреем, ну, и, типа, дашь мне какой-то процент. Типа, выступил в роли такого коллектора, выбивал, вышибал, типа, Квака, что он возьмет от меня, что возьмет от меня деньги с шантажом, и что и меня принудит к тому, что я ему отдал эти деньги, и Киму отдал, и он получит свою зарплату от Кима еще какой-то процентик, и от Кваку получит. Типа, какой-то процентик того, что, типа, он меня будет шантажировать, надавая эти видеопатериалы этому Монаку. Но не тут-то было. Ким, нормальный, адекватный человек, он тоже, мы с ним уже, не пришлось с ним созвониться, потому что это было, скажем так, сделано с подачи Лео. Чтобы я, я просто сам до последнего момента не знал, что Ким что-то от меня хочет. Вот. Но Ким пришел, сказал, он действительно не так, у нас не было никаких негативной информации, никакой друг друг при другом. У нас просто недоразумение получилось. Вот. Но я думаю, что Ким на меня никак не был злой, или никак он не был. Мы как бы разошлись, он сам понимает свою ошибку, он понял ее. И мы мирно, так я считаю, разошлись. Тем более, это еще полиции сказали, что я прав. Но Ким, соответственно, должен был эти деньги Лео. И так как Лео спровоцировал эту ситуацию, то есть Ким тоже повелся, как застал марионеткой Лео. Вот. Ну и, соответственно, получается следующая картина. С Кимом я встретился, мы встретились, проводили встречу, я сказал все, чем я недоволен, чему он стал очень недоволен. Мы как-то нашли общий язык и как-то решили этот вопрос спорным. Ну, тут получается ситуация следующая, что Ким, когда я ему говорю, что если я готов твои суммы отдать, если ты мне отдаешь мои патенты, я готов тебе эту сумму вернуть. Ким говорит, что нет, ты очень алышный, типа того, что патенты мои, технология уже моя, если ты мне дашь 10 миллионов долларов, то я тебе отдам твои патенты. То есть, получается, такая ситуация, он скажет, как колокольник. Вот. И, конечно, ситуация не очень приятная. Получается, я, как бы, получается, взял, у него деньги потратил, сделал, изготовил генераторы из этих денег. Получается, генераторы у него остались, отдаются, все ему тоже их не отдают, и патент тоже у него остается, и он тоже мне, и я должен эти деньги ему вернуть. Ну, очень классное, суперсовердело. То есть, это, конечно, я должен поступиться, как типа того, чтобы вернуть деда деньги, то есть, при этом все оставить у Кима, и чтобы Лео получил свою, как бы так сказано, захватку. Еще, кстати, был один момент, что Лео называет то, что у нас был какой-то там спор, или там у нас был то, что я ему что-то обещал. Ну, я, конечно, помню, что были обещания, но до сих пор я ничего не помню, конечно, что было обещание от того, что если мы, я сделаю этот проект, то он получит какую-то свою там, скажем, компенсацию, какую-то там долю. Хотя, его еще, кстати, в этот договор вписал Ким, когда общая сумма, он должен тоже был какую-то, наверное, сумму получить от контракта. Но, я не знаю, как, почему этого переводчика писали, потому что его вообще-то никак не нужно касаться. То есть, у нас есть отношения были с этим человеком, а Лео, это просто пришел в компании как переводчик, но его писали туда в какую-то долю. Ну, то, чтобы он так вошел в доверие Кима. И начал ему там сидеть на уши. Вот. И Лео хочет, непосредственно, деньги. Те, что, типа, я ему обещал за то, что получится с интергенератором, то я ему должен был там какую-то сумму дать. Ну, не помню, небольшую сумму. Вот. Но, непосредственно у нас с Тимом не получилось. Деньги я должен был, то есть у меня, перед темой, я планировал это деньги вернуть ему, забрать свои генераторы. И, соответственно, тут уже никак я не могу отдавать это деньги Лео, если он там, это все равно дело не пошло. У меня не было с ним контрактов, у меня не было с ним договоров. У меня просто были устные соглашения того, что если он из нас отключается, то я ему отдаю. Ну, у нас не будет, значит, я ему, получается, не должен отдавать. Это логично. А Лео считает, что я должен. Потому что он, типа, работал, но он у меня не работал. Потому что у нас не было никакого трудового договора на то, что он не работал. Когда он работал, он получал свои ежедневные доходы от того, что он делал переводы с мистером Кваком. Он получал там по 150 долларов за перевод в день. То есть я ему давал эту работу. Ну и, соответственно, я этого Лео брал переводить с Кваком. И он тоже в террасе с доверием Кваком, моего знакомого игру. И присылал ему на уши, чтобы он тоже там как-то там влиял на меня. Тем планов, чтобы, типа, деньги, которые он мне помогал, давал, он, типа, свои деньги повернул. Но Квак, на самом деле, он не такой, не такая личность, чтобы он знает тоже, что я ему очень много сделал. И у нас есть другие, соответственно, что Лео не знает моменты, да, как мы с ним, какие у нас есть отношения. Он не имеет даже права вмешиваться в них, потому что он ничего не знает за это. И я не хочу это тоже, конечно, рассказывать. Потому что если бы я, скажем честно, нужен был бы этим людям, и эти люди давно на меня нашли, и позвонили, и сказали так и так, что нам нужны свои вопросы, конечно. Но я с ними, вот, с любой момента на него не могу позвонить, если нужно, я встречаюсь. Но если, конечно, человека спровоцировали, так как это дело-делом провоцировал и Квак, я провоцировал Кима, потому что у него ситуация, он оказался без денег. Потому что он не хочет работать, хочет просто всех просто на халяву иметь. Вот, так и получается, что этот, что Ким, Ким его терроризировал, потому что, там, он, типа того, связанный на его звеном, привозил всяких изобретателей, которые, типа, с Украины, с разных стран, там, с России, ну, типа, для того, чтобы он, там, какую-то, там, какую-то технологию, там, получили для ИВИ, недельных производств, ну, для Кима. Но сейчас сидит такая диремма. Я с Кимом на данный момент договорился, что я забираю свой патент о Волере. Ну, посмотрим, у меня, там, дома это 10 тысяч, ему уже, как бы, сегодня 10 тысяч долларов прием, на то, чтобы он эти бани-патенты вернул, если он мне вернет, будем дальше общаться и решать эту ситуацию с генератором, потому что он без меня не сможет дальше ее производить, а я не смогу ту технологию, ту технологию, которую у него тоже производить не смогу, как бы он ее запоминал. Но мне, конечно, риск не хочет отдать, потому что он считает, что это уже его. Ну, соответственно, такая сейчас сидит Леву. Леву тут ввязался, просто, получается, спровоцировал этих двух людей специально против меня. Ну, чтобы я, конечно, типа того, что я, как бы, им должен, должен отдать к тебе. Ну, я объяснил всю эту ситуацию. Ну, тут есть третья ситуация. Тут откуда черпал информацию Леву? Потому что Леву... У него не было много информации, чтобы про меня. Он знал, да, там... Я знаю только про него, что он всегда отмазывался перед своей женой, типа того, что он остается в Сеуле со мной, типа, по работе, и он, конечно, ехал, гулял, отдыхал, свои дела делал. А жене говорил, что это я, короче, его застынул там, типа, по работе оставил в Сеуле, и он ехал все домой, туда, псумом. А жена, конечно, после меня уже ненавидел из-за этого, что я, когда-то, просто его оставляю, типа того, что он, как бы... И он таким образом делал меня, как бы, ну, как бы сделал таким, скажем, плохим перед своей женой, и вообще я просто не понимаю. Ну, мне было плохо, потому что это его дело. Но я и за все время там был один раз, что его попросил остаться, а там все со мной раз он уже постоянно говорил своей жене, что я прошу его остаться, и он, конечно, и он с Сеуле ходил гулять там куда-то ходить, он говорил, что он по работе со мной. Ну, конечно, это унизительно, честно скажу, но это вообще не то. Вот. Но тут получилась такая ситуация, что у меня была компания, ну, как бы, она есть эта компания, вот, Инфинити Сав, вот, теперь компания, Инфинити Сав. Инфинити Сав. Это компания, в которой выходили три учредителя. Это я, Андрей. Андрей. Был такой Лихио Сок из Тарли, это корейцы он. И мой друг Тигран. Вот. Сберу честно, Лихио Сок был генеральным директором компании, и был, действительно, я с ним дружен, и у нас были хорошие и нормальные отношения. Ну, хорошо и плохо, но он, как мог, по-своему помогал. Вот. Но когда мы организовали эту компанию, конечно, это все были мои средства, я с количеством сбережений там это вкладывал. Вот. И я начал привлекать, ну, своих первых изобретений, своих каких-то там наработок, финансов, у меня там были возможности. И этими финансами управлял генеральный директор, Нифис Собор. Но за свое время правления, финансы, куда-то уходили они куда-то, куда нужно. Там, скажем, не те места, которые мне бы хотелось, чтобы мы не уходили. И, соответственно, эти деньги, конечно, не платили своими налоги и все такое. Конечно, я был сильно... В Ростове создавали аудит. Вот. Когда мы создавали аудит, я сообщил Тиграну, что у нас такая проблема, то что деньги уходят не туда, куда нужно, и налоги не плачут. Ну, вот. Ну, у нас Тиграна... У меня было 40%, у Лихий Сокон было 30%, у Тиграна было 30%. Вот. И мы решили с Тиграном, собрались и проголосовали, что мы увольняем Лихий Сокон с поста номинального директора. Ну, как бы, остается в компании, ничего... Мы просто назначаем другого человека, который бы управлял компанией, и средства, которые бы правильно подотчетно уходили. Но... Ну, и, соответственно, мы наняли другого человека, которому надо за собой работать. Вот. Но Лихий Сокон обиделся на это. Ну, и какое-то там время, он еще где-то полгода стоял на руку, как раз она зарпадает, пошел как консультант. Ну, естественно, он не появлялся на работе, по два-три месяца его не было. Соответственно, ну, для чего мне нужен такой работник, который просто ничего не делает? То есть, и... Я понял, что так дело не пойдет. Просто получать зарплату и ничего не делать, это тоже неправильно. Ну, и, соответственно, я устал это все тянуть. Я предложил этот вариант. Или я закрываю эту компанию, то есть, или я выхожу из этой компании, или мы закрываем эту компанию. Вот. Но так как компании нужно было отдать налоги, завалить все там, ну, еще по долгам, то я принял этот удар на себя. Я взял эту компанию от себя, взял, договорился с Лихий Соком и договорился с Тиграном о том, что я выплачу дивиденды им за то, чтобы они вышли с этой компании. Или я просто один выхожу из этой компании, и закрою эти долги этой компании, и, ну, скажем так, чтобы у нас была чистка компании, чтобы она не была запачкана. Это очень важно в Корее, и это очень важно, чтобы не было, ну, плохого, плохого, скажем так, глухой репутации. Вот. Ну, и, соответственно, я начал эту компанию потихонечку ввести, и мне получилось то, что я компанию уже начал там закрывать все дыры, залатывать, и рассосались все потихонечку долги, и только чуть-чуть осталось. Но я это делал. Вот. Но со временем у меня начали, ну, подниматься дела, и Лихий Сок, это тот человек, это кореец, узнал со временем, что в компании все дела пошли хорошо. А он, кстати, подписал в бумагу, что он претензий ко мне больше не имеет, он получил свои отступные, он получил все, но претензий он ко мне больше не имеет. И этот Лихий Сок решил просто из-за зависти того, что все мне хорошо, и просто из-за зависти, решил мне просто сделать пауру колес. Ну, и, соответственно, он хотел пойти к Киму, ну, он пошел к Киму с теми моментами, что он знает, у него есть очень много документов, у него есть очень много, скажем так, все там проектные документации, которые мы делали, все проекты, все наработки у него остались. То, что он был генеральным директором, он всю эту информацию знал. Ну, Ким, конечно, сказал ему нет, я не буду заниматься. Ну, и они сгруппировались с Лево, потому что Лево тоже был, как бы скажем так, недовольный тем, что в своей жизни, чтобы Ким не отдал зарплаты. И Лево заполучил информацию от Степы того, что Степа владел информацией про меня, он знал все, абсолютно все моменты, потому что мы, скажем так, дружили. Вот. И те моменты, которые оставались внутри компании, они не должны были выходить, но он решил это все просто увидеть. И эту информацию Иисус сделал Лево с тем, что он с меня сможет шантажировать, получить с меня деньги. Киму я отдам эту сумму, он тоже получит какой-то свой процент, что я, типа, отстегну. И хватит ему, типа, отстегнуть, и он, типа, за эту информацию, что Степа, ну, дает Лево, Лево тоже оцелет какой-то дивидендик, процентик какой-то свой. Ну, и Степа, соответственно, согласился. Он, типа, сказал мне тоже все хреново, денег нету, потому что проходит всего там шесть месяцев. То есть те деньги, которые я заплатил Степе. Ну, еще раз, потому что Степа, это и есть ликосок. Вот. И он получит, то есть деньги закончились, соответственно, надо платить по счетам, а денег нету, он прыгал к халявным деньгам, потому что я всегда платил и просто так. Соответственно, он начал искать и решит, как эти деньги, ну, заполучить у меня, потому что он знал, у меня все хорошо. Потому что он навалил справки про меня, тот узнал всю информацию, и он действительно видел, что у нас все хорошо, и мы каждый днем на улучшение. Соответственно, он завалился слева-лево, всю информацию, которую надавал Степу, передавал Феодору, чтобы Феодор эту информацию и вкладывал на интернет, создал ролики и вкладывал на интернет. И это было сделано. Феодору был другой интерес. Феодору первый интерес был разрутить свой канал. Самый такой, он нацелен на разрутку своего канала. Вот, ранее. Но сейчас у него есть другая, другой путь, интерес. Феодору выгодно, чтобы Лео, чтобы этот Лео получил, действительно, деньги от Кима. Ким получил деньги от меня. И Лео тогда сказал, он вложит 40 тысяч долларов Феодору на какой-то его проект. Ну, типа, что, с тем, что он приедет в Корее, и этот проект они здесь реализуют. То есть, Лео, как мне эту денег, он сказал, вот я сейчас эту сделаю махинацию, вот эту проведу, и тогда я тебе смогут за это предсмотреть. Когда мне отдадут мою зарплату Ким, тогда я это вложу. А так я не могу свою зарплату получить, потому что мне Ким не отдает. Для этого, чтобы мне Ким отдал, нужно, чтобы Андрей отдал. А Андрей, короче, не отдает, потому что он считает, что он не должен. Ну, я и так и считаю, что он не должен. Вот. Ну и, соответственно, начали меня шантажировать тем, что у них есть информация о моих технологиях, о моих каких-то документах, адресах. Да, все-все-все было, все знаю. Соответственно, это доставлялось, соответственно, Федору. Федор это, конечно, все красиво на цвете раскручивал, показывал, что он такой, считай, такой плохой. Он до того была ненависть, до того, что он даже начал подлетать мою личную жизнь. То есть, мою личную жизнь, мои адреса, прописки, паспорта, личные данные. Он выставляет все это в интернет, и ему вообще не стыдно даже это делать. То есть, мы питаем жену, которая там представляет во всех ракурсах. Это вообще просто было сделано очень красиво. Соответственно, Федор пошел на все грехи, не важно, он на все грехи пошел, что можно, только чтобы Лев получил эту сумму, и непосредственно эта сумма была на проект. Вот и все. Ну, сумму мне все грехи, конечно, получить от меня. То есть, чтобы я перечислил к Химу деньги эти 140 тысяч долларов, и они к Химу оставят свои там деньги, и Леву заберут свои, Леву отдаст Стёпе там какую-то процентную. Скажем, тут будет там 20% Стёпе, отдаст, ну, то есть, это 100% он к Химу подносит, это мы дали до 600% и себе оставят себе 20% от суммы. То есть, так, это 100 тысяч долларов, 100%, 20 тысяч долларов, всё выпадет. Леву себе 20 тысяч евро, и 600 процентов, грубо говоря, уйдет на Федора. Ну, там расходы, переезды, билеты, ну, то есть, 40 тысяч на проект. И, соответственно, еще он ожидал вот этот вопрос с раскладом еще, потому что SPAC тоже, но он как-то подбил того, чтобы он заплатил какой-то, потом, когда он выпил деньги, что он как-то заплатил на какой-то проценте. Вот, но это было, потому что я не считаю эту сумму долгом, должен, что это сумма моя, что это и мой долг, и я не думаю, что... Если только эту сумму отдать в том случае, если это будет, действительно, передача патента на меня. Если она передается мне, я готов эту сумму заплатить. Ну, просто отдавать эту сумму, при этом, что мои технологии, мои генераторы и патенты сплются в этого человека. Это просто издевательство, это шантаж, я считаю, это неправильно. Вот. И теперь вы понимаете, как это реально, что и что делать. То есть, это такая схема, которая просто... Ну, просто идет вымогательство, выжимание денег с меня. То есть, я могу точно сказать. Скажите про проект, который Монарх хочет реализовать получше денег. Проект, насколько я знаю, там есть... Ну, там разные проекты, я не буду утверждать. Но тоже связано с энергетикой тоже. Там у них есть наработки, которые они будут реализовывать в Корее, производство идет делать. Непосредственно, Лео, как бы скажем, ищет инвестиции под этот проект. Ну, и я точно не буду утверждать, как это именно. А откуда вы узнали, что Монарх с Лео ездит до дома? Откуда этот... Я знаю, что у них есть это отношение. Потому что я вывел на чистую воду лихий сока. Вот. Я хотел узнать, какая мотивация у этого человека была, чему он занимается вот этим. Почему? Потому что та информация, которая была только у нас внутри, это знал, как только у него было. Вот. В Денису, конечно, не отправил в руки, не отвечал. И потом он, конечно, признался мне, что Монарх и Лео хотят какой-то сделать совместный проект. Потому что они... Он всегда был в системе, потому что вот этот проект тоже его с лихий сока включали. То есть этот Федор Лицар, Лео и лихий сок, он тоже были включены в этот проект. То есть они хотели вместе сделать это дело. То есть он тоже как бы был, как бы, все заинтересованы. Но... Лихий сок, конечно, поступил очень по-скольски, ну, как предатель получается, тем, что он так... Я не хочу... Ну, конечно, не хочу за него ничего говорить такого, но это поступок не мужичей, который я так сделал. Потому что у нас были действительно секретные какие-то там... внутренние, скажем так, моменты, которые мы там ни с кем не афишировали, не делились. Потому что это было для нас внутри, как бы мы там... Ну... Мне никогда там не объяснялось, что я там где-то учился в каких-то заведениях. Просто у меня не было на тот момент... Я не мог свой диплом получить, так как он был... Тот институт был расформирован. И у него... Я думаю, у него не было времени это ждать. Но я не использовал этот диплом, не для того, чтобы там его где-то себе показывали. Вообще, я там где-то никому это не говорил. Вот. Но это являлся вопрос на тот случай, если он будет нужен. Но я его не использовал, не планировал использовать. Это... Скажу честно, было бы посоветовать все, потому что в патентах можно было получить визу, что так сказать. Но мне... Виза получена не по этому диплому, а получена за счет того, что у меня есть технологии. И это тоже как инвестиции в Южную Корею. И для этого не нужен диплом. Это не основная потребность. И также у меня были компании и деньги. Вот. И все это... В совокупности показало, что я могу получить такую визу инвесторам. А патенты здесь, они не... Какую роль они играют. То есть, не патенты, а имеется диплом, они какую роль они играют. Вот. Но... У меня не было цели там... Ну, это... И это так как бы... Умерло у нас... Как бы было, было и умерло. Мы это как бы... Ну, и забыли. Мы про это и не начали. И не сумминали за это. Вот. Но он взял это... Как... Конечно, как провокация. Как... Шантаж. Как... Он это использовал. Вот. Этот такой, скажем, материал. Ну, и соответственно, это все не очень приятно. Потому что... Им нужно было просто заняться такими мемогательствами. Но я, конечно, на это не буду вестись. Потому что... Чтобы извертать и там что-то там... Не обязательно, чтобы у меня были дипломы. Это просто смешно. У меня... То, что у меня есть образование. Это... Это значит, что у меня есть. И... Не обязательно, чтобы я это... Кому-то там показывал. Кому-то там... А, я же не отдам. Пожалуйста. Прилем на родной помощь. Вот. Тоже смешно. Вот. Так что это... Такой момент. А... Грицаи... Это... Нелепь такая, что... Которая вот... Смешала меня с личной жизнью. С технологиями. Со всеми делами. И... Не разобравшись ни в чем. Просто... Придумывал какие-то... Летние сказки. Которые для меня там даже... Если честно, там даже 90%... Все там... Неправда. Есть там только 10% что-то может что-то похожее быть. Но... Просто... Выдуманные все истории. Которые там... Им нужно все это просто... Распиарить. Раскрыть. Ну... То есть это получается... Один я. Ну... Тут же... Есть там... Типа... Куча людей, которые там... В интернете много чего селают. А там... Он взялся за меня. Потому что... У него есть был источник. Это источник. Это Лео. Степа. Который знал все мои грехи. За там... Даже 5-6-5 лет. Вот. Ну и соответственно эти грехи все мои он говорил. И слил. Но... Не крали... Человека есть две грешки. Которые можно... Скажем так... А... И как говорится... Знайте эти грешки. Вот. Я думаю, что... То, что не показывает это... Просто мы потом это все провернем. Конечно, покажем. Мы просто... Займемся. Сейчас. Покажем реальную картину. Которые... Не просто там... Выдавлены. Они, как говорится... Показывают... Со стороны... То, что они видят. Что им нужно. Вот. А не то, что реально есть. Вот. И все. Вот. Примерно рассказал вам... Такую ситуацию... Как все... Откуда ноги растут. Все. Спасибо. Пока.